Особое мнение на 101FM Пожалуйста, пишите ваши вопросы гостю Мы следим Если интересные вопросы будут, будем задавать Давайте, Алексей, начнем с последнего Фактически свеженького события В Гурдуму Кирова внесен законопроект О прямых выборах мэра Он был представлен сегодня в формате видеопрезентации Представляет законопроект «Справедливая Россия» В соответствии с документом В региональный закон о местном самоуправлении Предлагается ввести новую норму По которой глава Кирова избирается на прямых выборах И возглавляет администрацию То есть вот сейчас сразу слушателям надо сказать Что у нас есть глава города Кирова Елена Ковалева Которая является председателем городской думы И есть сити-менеджер, который назначается по конкурсу Новым документом предлагается сити-менеджера Выбирать на прямых выборах И наделить его же статусом главы города А председатель городской думы будет председателем думы Ну вот как было когда-то у нас Есть обоснования у тех изменений, которые предложены Ну, во-первых, понятно, да, прямые выборы То есть градоначальник, сити-менеджер Несет ответственность перед всеми горожанами Сейчас Алексей просто продолжит Да, я уже вижу Пожалуйста Да, действительно, вы все верно отметили Презентовав ту модель управления, которая существует в нашем городе Мы считаем, что эта модель управления, она себя изжила Она показала свою неэффективность Прежде всего неэффективными менеджерами Которые были у нас и в администрации города И, можно сказать, и главой города тоже были неэффективные менеджеры Что, собственно, показывает история Так вот, действительно, эта инициатива была внесена на прошлой неделе письменно в городскую думу Мы считаем правильным, что законодательная инициатива Об изменении закона 131-го областного местного самоуправления Она должна исходить из того органа, собственно, в котором будут все эти изменения и наблюдаться Мы считаем, что эта инициатива должна исходить из городской думы Мы направили это в городскую думу Если городская дума утверждает эту инициативу, законодательную инициативу Она уже будет направляться в областное ЗАГС собрание И уже там, если депутат областного ЗАГС собрания поддерживает эту инициативу Будет дано всего лишь три месяца для приведения в нормативное состояние Вот этого документа называется «Устав города Кирова», в котором, собственно, и прописана процедура избрания, процедура назначения и функционал так называемых должностей главы администрации и главы города Так вот, мы считаем, что двоевластие в Кирове давно необходимо было прекращать Мы считаем, что в городе должен быть один руководитель, один менеджер, который будет единолично отвечать за все принимаемые решения городской администрации Вы когда-то говорили, надо вспоминать одну фамилию, когда ты падаешь Ну, в том числе, да, это фраза, которая стала крылатой Когда ты падаешь на гололёде, нужно вспоминать матерными словами одну фамилию, а не вспоминать их 10, 2 или 12 человек Я считаю, что это правильно, это логично с точки зрения эффективности менеджмента Это так должно быть, так практикуют все крупные компании, крупные города и так далее Значит, ну, в качестве поощрения этой инициативы и в качестве вишенки на торте Хочу бы сказать, что при такой конфигурации, при такой модели полностью ликвидируется аппарат главы города Кирова О чём мы говорим? Сейчас, если эта модель будет утверждена, принята То этот единый выборный мэр или глава города, как угодно можно его назвать Он будет заниматься аппаратом, то есть его функционал будет обеспечен аппаратом главы администрации города Кирова Который есть сейчас То есть вместо двух поддерживающих структур Департаментами, управлениями и так далее А аппарат главы города Кирова, он уже будет не востребован, не нужен И мне кажется, можно сэкономить для бюджета города Кирова неплохие деньги порядка 20 миллионов рублей Это первый плюс Это один из плюсов Но, конечно, самый главный плюс – это единое началье, единая ответственность Ну и, безусловно, этого человека будут выбирать люди Он будет ответственен перед избирателем, перед жителями города Кирова А не перед своим протеже, своей политической партией, своей группой выдвижения и так далее Я считаю, что это правильно, это логично, так должно быть И есть еще один важный момент, немаловажный Это история с тем, что человеку, избранному на этот пост Ну, у него в некотором смысле будет карт-бланш на годы вперед То есть мы вот видим сейчас, что у нас главы администрации как-то не задерживаются на своих должностях То есть, по-моему, больше пяти лет, за последние годы, сколько я слежу, никто из них особо не задержался То есть горизонт планирования слишком маленький Ну, в этом-то и дело Если человек захочет избраться на следующий срок, он будет качественнее и ответственнее выполнять свои функциональные обязанности Он будет ответственен перед избирателями, которые будут выбирать его на следующий срок Поэтому, безусловно, степень его активности на этом посту будет выше Степень его ответственности будет выше И я уверен, что степень его эффективности также будет выше Ну, вот сейчас все-таки не могу ложку дегтя, что называется, в бочку с медом не перелить Разговоры о том, что нам нужен выборный глава города, они довольно давно ведутся И все это проходит на фоне сокращения вот этих должностей, выборных именно, во всех других регионах То есть вот это предложение, оно, безусловно, здравое, оно имеет право быть обсуждаемым Но насколько оно проходимо и насколько реально принятие этого решения Вы не забывайте, главная причина, по которой областные или региональные власти поддерживают именно формат сети менеджера А не всенародно избранного главы города Главная причина вот этой поддержки, именно этой старой модели Это в том, что ни одному главе региона, ни одному губернатору не интересен сильный политик в областном или в краевом центре Даже по политик вообще не интересен Ему не интересен такой политик, которого поддерживают тысячи людей, за которого проголосовали Которые имеют политический статус, политический вес Такой противник, может быть, или конкурент, никому не интересен А почему сразу противник и конкурент? Может быть, это соратник будет? Ну, такое редко бывает, что политические тяжеловесы между собой являются соратниками и доверительными друзьями Я думаю, что прежде всего это политический конкурент И поэтому во всех, в большинстве регионов, в большинстве регионов Именно такая модель сохраняется, и именно такую модель поддерживают региональные власти Потому что им это выгодно, им это удобно, они боятся политической конкуренции А при модели всенародных выборов, я думаю, что политическая конкуренция будет увеличиваться И появятся новые политические тяжеловесы, чего нашему региону явно не хватает Но надежда-то есть, что они появятся, что этот законопроект пройдет, ну, во-первых, в Гордуму, да И потом будет положительно оценен депутатами законодательного собрания Какая работа будет вестись? Естественно, будет вестись со всеми фракциями разъяснительная работа Для этого в том числе создается информационный повод, создается информационная кампания Сейчас вот в общественных местах, даже на остановках, насколько я знаю, появляются разъяснительные листовки Появляются материалы в СМИ, которые будут разъяснять и жителям города Кирова И представителям политических партий, и депутатам, что мы хотим этой инициативой доказать Какой эффект она может получить, и для чего нам это все надо Если Городская дума не поддержит эту инициативу, я думаю, что депутаты ЗАГС Собрания Справедливая Россия Будут выносить эту инициативу напрямую в законодательное собрание Но через Думу, конечно, логичнее Ну, а там уже будет видно по голосованию Ну, естественно, будет логичнее, будет правильнее, если эта инициатива поступит снизу Из муниципального органа, из Городской думы Из муниципального органа, которым как раз, собственно говоря, и будет руководить избранный, если так получится В том числе и это, конечно Глава города, мэр города Ладно, есть еще одно политическое событие, которое я просила бы, Алексей, и вас прокомментировать Это мы сейчас вот уже от закона проекта о выборах главы города, мэра города отходим Это появление в Кирове рекотделения новой политической партии За правду Региональное отделение начинает работу Ее представители, представители отделения сейчас начинают проводить агитационные мероприятия Я так понимаю, что ищут там активистов и сторонников Партия называется «За правду» Есть планы и проекты И вот, как сообщают наши коллеги, бизнес-новости в Кирове Есть вероятность, что руководство региональным отделением этой партии будет осуществлять бывший зампред правительства Кировской области Алексей Вершинин Но Алексей Александрович многие помнят Он еще в Ленинском районе работал, я помню, да Руководителем Ленинского района потом довольно долгое время руководил развитием предпринимательства Да, был в статусе зампреда, совершенно верно Вот эта вот история с появлением новой партии, это что? Это какая-то игра в преддверии выборов больших? Или это все-таки реальная политическая конкуренция? То, о чем мы говорим, чего нам не хватает постоянно? Ну, безусловно, я склоняюсь к первому варианту, что это игра в преддверии будущих выборов, будущих избирательных кампаний Безусловно, в современной России появление новых политических партий никак иначе расценивать невозможно История показывает, что в России сложилась устойчивая политическая конфигурация, где есть парламентские партии, есть правящая парламентская партия, есть парламентская оппозиция Все остальные политические партии, их можно назвать, я думаю, что исключительно проектами, политическими проектами Они там создаются в угоду определенной политической конъюнктуры Одна партия должна забирать голоса у коммунистов, например, партия коммунистов России создана исключительно как политический проект анти-КПРФ Там партия Захара Прилепина, о которой мы сейчас говорим За правду За правду Я уверен, что она создана для оттягивания конструктивного электората и конструктивных голосов у нашей партии Справедливая Россия, ЛДПР То есть это противовес действующим оппозиционным парламентским партиям Ничего другого, какого-то другого конструктива, каких-то уставных, радикальных предложений, каких-то политических программ от этих партий я не видел и, скорее всего, и не увижу Потому что, кроме как осваивания предвыборных бюджетов, кроме как перетягивания голосов у парламентских партий Никакие другие цели и задачи, как мне кажется, перед этими новыми партиями, партиями, спойлерами, как их называют Я думаю, других задач перед ними не ставят Ну вот это человек, который разбирается в политике, который был депутатом, Алексей Кузьмин говорит А обычному человеку, в принципе, это все равно, какой партии принадлежит тот или иной политик Да, главное, чтобы он решал его проблемы И вот в ситуации, когда заходят новые игроки на политическое поле Тут ведь можно предположить, что житель обычный, например, житель Кировской области от этого выиграет Потому что партии надо как-то набирать голоса, набирать сторонников И проводить какие-то активные предпринимательства и шаги для того, чтобы запомниться, примелькаться и прочее Вот мы сейчас с вами как раз об этом и говорим, что главная задача таких новых политических проектов Это запомниться, примелькаться, показать себя перед выборами А чем будет дальше заниматься депутат, если он будет избран от этой политической партии Ни в самой партии, ни избиратель этой партии не знает Потому что все-таки политическая партия, политическая платформа Она создается годами, десятилетиями в нашей стране Там уже не первый год та политическая структура, которая сейчас, она формировалась И уже не первый год адекватные действующие политики выбирают между этими четырьмя, пятью политическими партиями Но никак не смотрят в сторону мелких каких-то политических проектов Поэтому я и говорю, что там главная задача этих проектов Это освоение предвыборных бюджетов и решение узких, тонких политтехнологических задач Перед конкретными избирательными кампаниями То есть в каком-то едином моменте разовом жители области В какую-то политическую конкуренцию при создании таких партий, как «Коммунисты России» Или вот «Заправду» таких проектов Ну, в какую-то политическую конкуренцию я не верю Не верит Алексей Кузьмин Ну, ладно, посмотрим Хорошо, к экономическим переходим к каким-то вопросам У нас было много вопросов для вас, Алексей По поводу пятничного интервью большого Натальи Зубаревич Специалиста по социально-экономическому развитию регионов Я напомню, что лекция Натальи Зубаревич была онлайн И более 200 человек ее посмотрело И в студии в «Точке кипения Вятгу» тоже присутствовали В том числе чиновники, в том числе и из городской администрации И задавал, насколько я помню, Дмитрий Осипов, Наталья Зубаревича вопрос По поводу того, можно ли найти какие-то плюсы в «Токе населения» из Кировской области Она затруднилась ответить Но вот два факта, которые она озвучила у нас в эфире Мы перед интервью делали небольшое включение Это первое, Кировской области повезло Вот в этот коронакризис С тем, что Кировская область не жила богата И терять особо нечего То есть нет нефти, нет алмазов Мы не потеряли на полезных ископаемых Это первое И вторая история Это история с тем, что кировчане Несмотря на ту поддержку, которая от государства была обещана Все-таки предпочитают сохранять какую-то работу А не бежать сразу же за пособием по безработице То есть та цифра безработных, которые у нас были зарегистрированы Она ниже, чем средняя по стране Вот эта вот история с тем, что мы очень бедно живем Она насколько, ну скажем так, будет развиваться? Как вам кажется? Я хотел бы ответить сначала на второй вопрос Что касается того, что кировчане мало надеются на федеральный центр На какие-то федеральные пособия по безработице Либо какие-то социальные меры поддержки А все-таки больше надеются на себя На свою семью На своего работодателя И остаются на своих рабочих местах Даже несмотря на ухудшение условий оплаты Или условий самого рабочего места Ну не важно Тем не менее, что мне кажется, что кировчане Настолько сильные, самостоятельные и независимые люди Что не случайно ведь именно на Вятке Последним было ликвидировано Вече То есть так называемый там совет самоуправления Который существовал в нашей стране То есть на Вятке люди специфические Они сильные, самостоятельные, самодостаточные И надеяться на кого-то другого Мне кажется, у кировчан это в последнюю очередь И это правильно И это нас выделяет среди жителей остальной страны То, что мы вот такие, какие мы есть Поэтому мне кажется, что мы справимся Со своими проблемами самостоятельно Переживем этот кризис Этот коронавирус Эти все социально-экономические проблемы Лишь бы пережить политический кризис Который сейчас, я уверен Что разрастается семимильными шагами В Кировской области Вот с этим кировчанам нужно все-таки бороться Вот с этим, этому нужно кировчанам противостоять А все остальные проблемы Ну, мы уж как-нибудь справимся самостоятельно Без очередных эффективных менеджеров из Москвы Без очередных методичек из Москвы Как нам действовать, как нам жить И без помощи в виде социальной поддержки Которую мы же заплатили в виде налогов и отчислений Поэтому мне кажется, что Та картина, которая складывается сейчас Она говорит прежде всего о силе О боевом духе кировчан О том, что мы отделяемся От, отличаемся от жителей остальной России И это хорошо Так у нас выбора просто нет, Алексей Судя по тому, что рассказывал Зато у нас есть выборы У нас есть выборы, да Вот вы сказали, кризисные ситуации Сложившиеся в Кировской области Вы сейчас что имеете в виду? То есть это же не выборы главы города Это мы сейчас о чем-то другом говорим Нет, наша инициатива о выборах главы города Она в том числе и была Она стала итогом этого политического кризиса Потому что вы увидели, как проходила процедура назначения Или там даже утверждение Дмитрия Осипова, главу администрации города Кирова Вы же видите, что происходит в областном правительстве Вы видите, что... Кадровая чехарда вы имеете в виду? Ну я про это и говорю, да Кадровая чехарда Неопределенность ни в министерствах Ни в стане правительства Кировской области Вы видите сфотки новостей правоохранительных органов Где каждый месяц у нас какие-то громкие задержания Политических менеджеров нашего региона Вы все это видите, наблюдаете И говорить о том, что в Кировской области Политически стабильная и спокойная ситуация Мне кажется, это опрометчиво В Кировской области самый настоящий политический кризис С этим кировчанам нужно бороться С этим моментом кировчанам нужно выходить В том числе и на выборы Я каждый день призываю всех своих знакомых И кто читает поиски мои в социальных сетях Призываю ходить на выборы Участвовать в политической жизни региона Таким образом противостоять политическому кризису И налаживать свою политическую жизнь самостоятельно А не по указке откуда-то или кого-то А вы, Алексей, верите в то, что на выборы ходить сейчас эффективно Учитывая те изменения, которые нам пророчат на ближайшую выборную кампанию С тремя днями голосования И вот здесь недавно мы с Олегом Ткачевым в студии Пытались разобраться все-таки А наблюдатели иногородние смогут в Кировскую область приезжать теперь или нет Судя по тем изменениям, которые внесены в законодательство Там очень такой какой-то странный есть пункт По поводу участия в качестве наблюдателей Только жителей субъекта, где проходят выборы Безусловно, выборы в Кировской области никогда не проходили чисто Никогда не проходили без сучка и задоринки Я уверен, что выборы в Кировской области Одни из самых грязных в стране любого уровня Будь то муниципальные выборы в Кировскую городскую думу Либо региональные выборы в ЗАГС-собрание Или даже выборы губернатора Все мы знаем эти прецеденты Все мы знаем скупку голосов, пятисоточники Хорошисты, каких только технологий грязных Не вылилось на голову наших с вами горожан Поэтому эти выборы, которые уже проходили в Кировской области Они себя запятнали, заморали Надо стремиться к лучшему Надо участвовать в политической жизни региона Нужно участвовать в деятельности политических партий Нужно активное участие принимать в любых политических процессах, которые есть в регионе Только так мы можем усилить общественный, гражданский контроль за политической жизнью региона Только так и с помощью выборов разных уровней мы можем контролировать эту власть Только так мы можем представлять свои интересы для конкретного политика или для конкретной политической партии Вот это три ключевых предложения, которые могут изменить политическую конъюнктуру в регионе А то, что происходит сейчас, не выдерживает никакой критики Алексей, как вы относитесь к мнению о том, что создаваемый в нашем регионе центр управления регионом Поможет в некотором смысле Единой России, как я понимаю, сохранить первенство за собой Потому что такое мнение называлось Напомню, новая структура, она создается не только в Кировской области, она создается по всей России Должна быть создана, насколько я понимаю, до 1 декабря И эта структура будет отслеживать жалобы кировчан в интернете И оперативно на них реагировать, решать их проблемы и прочее Ну, предполагается, что у нее есть второй функционал такой негласный Это, я правда пока не понимаю, как, да Обеспечить победу Единой России на выборах в Госдуму Но столичные политтехнологи такие версии опровергают Вот когда столичные политтехнологи делают такие стопроцентно уверенные заявления Когда публикуются проплаченные новости в средствах массовой информации О том, что этот центр создается исключительно ради кировчан И ни в коем случае не в угоду политической партии Единая Россия И будущих побед на разных выборах Я более чем уверен, что именно на это и стоит обратить внимание Всем политически грамотным и просто здравомыслящим жителям Кировской области Что на варе и шапка горит Если человек каждый день об этом говорит, заказывает проплаченные новости То, безусловно, скорее всего, именно так оно и есть Этот центр создается исключительно для каких-то политтехнологических задач На будущее избирательной кампании И, может быть, для работы действующих политиков Которые находятся в правительстве в Кировской области Ну, как я к нему отношусь? Ну, нужно вообще структуру отдельную, которая будет на жалобу реагировать Как я к нему отношусь? Ну, безусловно, я считаю, что такой центр может быть востребован в Кировской области Потому что многие ведь, правда, жители Кировской области Не хотят письменно обращаться в различные инстанции для решения своих проблем Многие не умеют это делать, многие не хотят Естественно, гораздо проще это написать в социальных сетях Выложить там у себя пост или написать взлом кировчанина Что в подъезде номер 3 по адресу УПИТА-26 бежит вода с потолка Примите меры, пожалуйста, реагирования Пустоту такой сигнал, да? Да, написать это в пустоту И, может быть, кто-то эту мысль подхватит Может быть, кто-то эту проблему решит Это же проще для жителей Кировской области Но с точки зрения эффективного менеджмента Вполнять 7-минутные задачи и решать 7-минутные проблемы Через вот этот центр Это, опять же, неправильно и стратегически неверно Создавать очередную бюрократическую структуру Со штатом в 28 или сколько там, 30 человек И с бюджетом, как мы посчитали, не менее 30 миллионов Ну, не знаю, насколько это эффективно, насколько это нужно Если этот центр будет максимально эффективно работать Тогда спрашивается вопрос Зачем нужны другие общественные структуры Которые принимают жалобы и обращения жителей города Кирова Всевозможные общественные приемные Всевозможные центры обработки данных Всевозможные комнаты для приемов Помощники депутатов и так далее, и так далее Кто будет работать, кто будет обрабатывать эти инициативы Как они поделят эти жалобы Как они поделят эту поляну между собой То есть, знаете, столько вопросов возникает Что нужна ли эта структура в целом Вопросов возникает больше, чем ответов Алексей Кузьмин в нашей студии, предприниматель, депутат Кировской городской думы 5-го созыва Делаем перерыв на рекламу, вернемся после нее Особое мнение на 101-фм Алексей Кузьмин в нашей студии, предприниматель, депутат Кировской городской думы 5-го созыва Мы продолжаем Большая транспортная тема у нас на повестке Уже стало известно о том, как изменится Предположительно изменится структура пассажирского транспорта в городе Кирове Я напоминаю, что у нас те перевозчики, которые работают и возят кировчан сейчас Они работают до конца года То есть были годовые контракты заключены После того, как обломилась вот эта вот транспортная реформа Которую много обсуждали, в том числе и в этой студии Сказано было, что окей, реформа, значит, пока не доработана Давайте на год заключим контракты с перевозчиками И там в течение года посмотрим, как все будет работать Вот сейчас эта история, она близится к финалу С нового года должны быть разыграны новые контракты И уже по разным сообщениям есть предположение Что перевозчикам будет работать то ли 8, то ли 9 у нас на линиях И будет конкуренция, и будут распределяться как-то по другому маршруты В преддверии всей этой истории, как я понимаю, прошли слушания И на слушаниях глава администрации Дмитрий Осипов Посоветовал перевозчикам недовольным ростом расходов Обращаться в региональную службу по тарифам С тем, чтобы попросить о повышении стоимости проезда Слово не борьбе, что называется Потом администрация долго опровергала Что Осипов не предлагал повысить цены на проезд Что вы, что вы, мы не можем Это только РСТ по заявлениям перевозчика И вот, тем не менее, я бы хотела, Алексей Попросить вас все-таки прогноз ваш Как вам кажется, будут повышены цены И поступят ли такие предложения от перевозчиков или нет? Ну, вообще тема с общественным транспортом Моя одна из самых любимых Потому что я в большинстве своем знаю проблематику Общественного транспорта, что называется изнутри У меня мама работает кондуктором троллейбуса И многие всякие нюансы Все, что касается общественной жизни Городского транспорта, знаю изнутри И рассказывает всякие удивительные вещи О том, как приходят новые троллейбусы Как в каком состоянии они находятся Как новый троллейбус Троллейбус, скажем так Как вам сказать, помягче-то Не выдерживает никакой критики Его эксплуатационные характеристики Как по гарантийным обязательствам поставщики Этого транспорта не работают И в каком состоянии эти троллейбусы находятся сейчас Так вот, естественно, автопарк Троллейбусный парк города Кирова Необходимо обновлять Безусловно, то, что ездит по кировским дорогам сейчас Оно не должно ездить Износ некоторых машин составляет и 90% Безусловно, это небезопасно Некомфортно, некрасиво И когда приезжают жители других регионов Других городов в наш город Первым делом они отмечают Изношенность и неудобство Кировского общественного транспорта Это не шутка, это так и есть Не только дороги отмечают Но и общественный транспорт Так вот, что касается Каких-то кардинальных реформ Кардинальных изменений в этой сфере То, безусловно, я это все инициативы поддерживаю Только это не должно Но находиться в плоскости политического пиара Это должно иметь конкретные результаты Конкретных результатов мы уже не видим Несколько лет Каждый год новая администрация нам говорит Что мы готовим в этом году Супермодернизационную реформу общественного транспорта Будут закупаться десятки, чуть ли не сотни единиц Единиц техники и транспорт Единого транспортного перевозчика Мы будем сделать новые остановки Каждый год делаются новые остановки Мы сделаем супер дизайн остановок Но у нас каждый год поликарбонатные закутки строятся Мы будем делать карманы для остановочных павильонов Но каждый год асфальт у остановок проваливается Никаких карманов там нет И вот знаете, эти все популистические обещания Действующего главы администрации Любого, будь то там Шульгин, Мачехин, Драный Сейчас Осипов, кто угодно Каждый год глава администрации что-то обещает С точки зрения общественного транспорта Но ничего не выполняется Становится все хуже Автотранспортное предприятие залазит в бешеные долги Путем покупки в лизинг в три дорога Не самой хорошей техники, которая ломается на ходу Автотранспортное предприятие на грани банкротства Перевозчики наладан дышат Цены на ГСМ на все обслуживание и содержание автобусного парка И троллейбусного парка растет Никто не печется о состоянии экономики этих перевозчиков Глава администрации говорит Отсылает от себя подальше и говорит Идите в РСТ, там разбирайтесь А ты для чего нужен глава администрации Если не решаешь проблему такой важной функции Как перевозка общественного транспорта Но это ведь важнейшая функция муниципалитета Первым делом это ты должен идти разговаривать в РСТ И обсуждать возможность или экономическую целесообразность повышения тарифа Я ни в коем случае, может быть, не говорю о том Что повышение тарифа является манной небесной И спасет от всех проблем, от всех задач Но мне кажется, что в современных экономических условиях Когда у перевозчиков дорожает все Когда экономическое целесообразование введения бизнеса стремится к нулю Мне кажется, повышение стоимости общественного транспорта Оно будет во благо кировчанам Потому что, возможно, так будет обновляться автобусный и троллейбусный парк Но это всего лишь возможно Ничего, что там у нас недавно поднимали на 4 рубля сразу Но я говорю, это всего лишь возможно То есть никто не застрахован от того, что перевозчики будут забирать эти деньги на карман Обналичивать их через фирмы-прокладки и уводить их в офшоры Никто от этого не застрахован Но, тем не менее, может быть, если повысится цена на общественный транспорт Возможно, будет обновляться парк И тем самым жители города Кирова выигрывают Потому что все-таки получат более-менее цивилизованные, комфортные новые автобусы и троллейбусы А не то, что ездит сейчас Ну вот, чтобы деньги, кстати говоря, не уходили на карман, как говорил Алексей Создают, скорее всего, в регионе нашу систему так называемых брутто-контрактов Так работает Казань и Москва, приводят пример наши коллеги Это госпосредник, который будет собирать, у которого будут аккумулироваться все средства Которые поступают от продажи билетов То есть это такой транспортный комитет, как я понимаю И, соответственно, вот он получил все деньги И дальше он оплачивает перевозчикам выполнение плана по рейсам за пройденные километры При этом, отмечают эксперты, перевозчики не будут заинтересованы в количестве перевезенных пассажиров А подобный опыт в Архангельске 15 лет назад провалился Потому что водители автобусов перестали подъезжать к остановкам И, подъезжая, могли просто, например, не открывать двери В Кировской области хотят эту систему опробовать сразу на агломерации Киров-Слободской, Кирово-Чепецк Что скажете? Ну, почему бы и нет? Достаточно здравая инициатива Вопрос действительно только с нарушениями, с которыми будут сталкиваться кировчане Это нарушения со стороны водителей Ну, я думаю, это задача управленцев Которые будут работать с этими водителями тех компаний, перевозчиков Которые будут заинтересованы в получении прибыли Вам кажется, что эта система должна сработать? Я думаю, что это может заработать Ну, как бы мало Я считаю, что вообще, в принципе, с общественным транспортом в городе Кирово Кирово нужно что-то делать Его необходимо реформировать, модернизировать, все что угодно Но это не должно оставаться на словах Как это мы видим каждый год подряд Это должно происходить на деле Давайте экспериментировать со схемами общественного транспорта Давайте экспериментировать с моделями управления С перечислениями денежных средств С чем угодно давайте экспериментировать но менять ту ситуацию, которая есть сейчас. Две минуты у нас остается до конца эфира. Я надеюсь, что я не ошибаюсь. Да, две минуты ровно. Буквально очень коротко историю с появлением на территории Квату лицейского центра прокомментируем. Разрабатывается проект планировки освоения территории. Планируется, что все большие наши гимназии, лицеи переедут на территорию Квату. Для них будут построены здания. Здания, которые они занимают в центре, освободят под обычные школы. Не называются только сроки, Алексей. Безусловно, я поддерживаю инициативу создания образовательного кластера. Если помните, я эту же инициативу поддерживал на территории поликлиники Кожвин-диспансера, которая на Московской и Октябрьском, как раз за алыми парусами. Если такая инициатива будет реализована на гораздо большей территории, на территории бывшего Квату, то, безусловно, это хорошая, правильная инициатива, когда в одном месте будет сосредоточена вся образовательная, высшая образовательная деятельность города Кирова и Кировской области. Очень коротко, деньги реально на такое получить, как вам кажется? Я думаю, по современным условиям, при грамотном, эффективном управлении и грамотной подаче заявки на федеральное софинансирование, федеральные деньги на такой крупный проект найти можно. Даже сейчас? Даже сейчас. Благодарю Алексея Кузьмина, предпринимателя, депутата Кировской гордом и пятого созыва. Программа «Особое мнение» на этом заканчивается. Всем спасибо, Алексей. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM